МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда из более чем 200 человек вот уже месяц готовит масштабный молодежный фестиваль. Поэтическое шоу, экстремальный спорт, литературный стендап, лекции о идее, ярмарка с городскими дизайнерами и много музыки. Все это про новый Мойфест. Кто занимается его подготовкой и что интересного на фестивале найдут для себя жители города, узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас в гостях сегодня Ульяна Загибалова, куратор онлайн-ярмарки «Мандарин Маркет», Валентин Дубинин, куратор фестиваля Мойфест и Евгения Кухарева, куратор проекта «Гекторий». Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Давайте сначала расскажем, что это за фестиваль ожидается у нас в городе. Как он пройдет? Пройдет он под открытым небом или это будет какая-то отдельная площадка? И что за площадки жители смогут увидеть? Давайте расскажем про фестиваль. Давайте я расскажу. Ну, вообще, это фестиваль молодежных активностей. То есть мы просто давно занимаемся различными мероприятиями. И всегда хотелось, чтобы уровень того, что здесь происходит у нас рядом, был очень хорошим, качественным, высоким. Приятно, конечно, смотреть на Москву и Питер, знать, что там есть крутые мероприятия, типа пикника, например, Face Ladies фестиваль, или там Ломбада Маркет, например, какие-то прикольные такие штуки, которые известны по всей России на самом деле. Очень хотелось сделать подобное здесь. И я считаю вообще, что у нас много проектов и людей, за которыми действительно стоят очень серьезные вещи. Очень серьезная активность. Но чаще всего это просто... Многие об этом не знают, потому что нет тех возможностей для продвижения этих направлений. Эти штуки такие немного замкнутые. Есть экстрим, например. Экстрималы про него знают. У нас есть люди, которые на соревнованиях всероссийские занимают вторые, первые места. Это российский уровень. Мало кто об этом знает. И вот в этом идея моего феста – собрать таких людей, которые занимаются реальной активной деятельностью, там, 3, 5, некоторые почти 10 лет, и в одном месте продемонстрировать все это. И крутость фестиваля в том, что у нас 8 основных площадок. Каждая площадка – это по факту отдельное мероприятие со своим руководителем, за которым стоит не менее масштабная организация, которые все это готовят. Проходить все это будет на площадке Дворца детского творчества, как он сейчас называют. Многие знают его как Центр детского творчества, старое название. Ну и Дом пионеров, как он раньше назывался. Это необычная площадка, которая ранее для таких вещей не особо использовалась. Там только проходил фестиваль Пуск, фестиваль светового искусства в качестве эксперимента ночной. И вот теперь мы зайдем. Это будет очень масштабно. То есть это здание основное дворца, где будет малая сцена внутри, на котором будут проходить литературные площадки. И часть площадок ГИК-фестиваля – это поэтический турнир «Дело чести». Это мероприятие литературное «Кот Бродского», которое все знают, очень любят, наверное, в Владивостоке. Да, многие знают. Да, от Ольги Арестовой. Это гектории от гиф-площадки и летняя игра, что никогда, от Клуба умных игр, который занимается очень давно инфликтальными играми. И вся территория вокруг. То есть это сцена с местными диджеями. Это спортивная зона, на которой триккинг от Максима Русанова, президента Федерации триккинга. Велозона от Миши Кучеева, Антона Савенко, которые двигают велодвижение уже очень давно. Это, ну, если, наверное, не все знают, за территорией ЦДТ огромный, очень хороший, очень крутой скейт-парк находится. Ну, очень качественный. Там Денис Горбунов с командой Advance весь день будут проводить соревнования по различным дисциплинам в формате Game on Dites. Я там все никак не могу правильно запомнить, но очень круто. Это будут большие такие кубы, которые будут кидаться, и в зависимости от того, что выпадет, нужно будет делать трюки. Это, в принципе, раньше не проводилось. Это вот ребята прямо придумали, и уже, на самом деле, есть отклик. Еще не прошло, а уже люди пишут и хотят такое же повторить в других регионах. Как спортивная лотерея, можно так сказать? Да, да, но вот именно в летних видах спорта и так это, ну, пока не делали масштабно. Отдельно у нас Мандарин Маркет, да, первый летний Мандарин Маркет, науле отдельно расскажет. Это гик-площадка и фестиваль «Моя еда». Ну, на наш взгляд, на любом фестивале хороших должно быть, ну, наполнение основное, оно у нас представлено молодежными активностями. Маркет, чтобы люди могли себе что-то ставить. И фудкорт, но мы их решили делать не просто фудкорт, а Иван Матюшкин, Никита Вазилюк, которые занимаются ресторанными днями в городе Владивостоке уже около трех лет, да, сейчас проведут. Вот фестиваль «Моя еда», где будут в том числе мастер-классы о том, как открыть свое дело, будут мастер-классы по приготовлению, там целая кухня такая будет собрана, и прям шеф-повара будут готовить. Ну, это вот если так, очень поверхностно и быстро, видите, я уже очень долго рассказываю, а я рассказал, наверное, малую часть того, что, в принципе, будет происходить. Да, ощущение складывается, как будто бы этот фестиваль готовится не на один день, а на неделю, то есть, чтобы уместить все эти площадки. А, кстати, вот к вопросу о площадках. Они были созданы специально под фестиваль или, например, жители города, познакомившись с этими площадками на фестивале, могут потом, там, в любой другой день найти их где-то в городе? Это тяжело однозначно ответить на этот вопрос, потому что сами площадки, конечно, под фестиваль делаются. Была четкая задача показать возможности молодежи, молодых активистов, ну, вот мне нравится название, там, городские активисты, вот эта формулировка, да, которые двигают что-то, показать, что они могут. И в этом плане, конечно, каждый старался вот сделать что-то такое выше своего уровня, потому что, как я уже говорю, ресторанные дни там проходят три года, но сейчас это моя еда. Велодвижение очень давно развивается, но сейчас это специальная варка необычных велосипедов, потому что ребята показывают, что они не только занимаются там велопроездами, веломероприятиями, но реально варят эти велики в гаражах, это все ремонтируют и на таком уровне работают, да. Гиг-площадки в таком формате, которое, ну, Женя расскажет, собирает разных людей, тоже не было, да, но при этом, что самое важное, и вот почему это фестиваль молодежной активности, это ненадуманные вещи. То есть они не просто вот, знаете, фестиваль ради фестиваля, да, вот сделали и забыли, причем, ну, вот на мой взгляд, ну, это моя личная позиция, проблема всех массовых праздников, ну, вот именно в таком понимании городского праздника, в том, что это какое-то такое мероприятие, где что-то проходит, ну, то есть приходишь, там, какие-то фотозоны, какие-то активности, непонятно, кто их делает, непонятно, зачем, и в этом плане теряется целесообразность человеку, ну, это просто развлечение, ты пришел там, пофотался, что-то поделал и забыл, вот, а мы ставили задачу показать, что смотрите, ну, это не просто соревнования по экстриму, это команда Advance, которая 10 лет строит парки, чей парк стоит, ну, вот, напротив олимпийца, да, которые первые в... во Владивостоке построили поролоновую яму, которая сейчас находится в точке притяжения на острове Русском, да, что повышает уровень вообще мастерства людей, и 10 лет там еще первые парки под мостом строило, ну, то есть, смотрите на них, это все есть, занимайтесь, вникайте, ну, и мы поставили вот задачу, почему ЦДТ, на самом деле, очень круто нам подходит, из-за своей геометрии, ну, вот, холм, здание, это все можно компактно разместить, так, чтобы это, с одной стороны, не мешало, но человек, придя, буквально там за 2 часа, может увидеть настолько много, как, ну, реально посетить 8 мероприятий. То есть, обойти, в принципе, все площадки реальные за целый день? Ну, обойти, посмотреть реально, но там настолько наполненная программа, что, конечно, придется выбирать, то есть, ну, одновременно очень много всего, у нас масштабное расписание, у нас есть даже отдельный сайт, мой фест РФ по-русски прямо пишется, мы вчера выложили полное расписание всех площадок, можно посмотреть, там, выбрать что-то, ну, потому что, действительно, все идет одновременно. Лена, хотелось бы задать вопрос тебе. Ты, как куратор онлайн-ярмарки Mandarin Market, отвечаешь за площадку ярмарки. Что это вообще за формат площадки? Потому что очень много ярмарок проходит в городе за последнее время, и это такая уже тенденция стала их проводить. А вообще, что это такое? Что там люди могут для себя найти интересного? Ну, да, действительно, сейчас в городе проходит очень большое количество ярмарок, и они во многом похожи друг на друга. Вообще, изначально Mandarin задумывался как предновогодняя ярмарка, где собирались там сотни приморских брендов, которые делали какие-то уникальные новогодние товары, подарки. И туда приходили горожане, которые хотели зарядиться вот этим новогодним настроением, унюхать запах мандаринов, елки, встретиться со своими старыми друзьями и купить подарки для себя, для своих близких, и в целом просто хорошо провести время. Ярмарки новогодние проводились три года подряд, потом мы запустили сайт, где сейчас размещаются исключительно приморские бренды, так как у нас в Владивостоке очень много их. И сейчас на ярмарках представляются зачастую не только приморские бренды, их вытесняют всякие шоурумы, магазины. Мы решили отойти от этого, и поэтому вот в рамках летнего маркета, который у нас пройдет на фестивале, у нас будут представлены только приморские бренды. Это мастера из Владивостока, находки, с Артема есть ребята, которые делают какие-то свои товары своими руками, либо по своим эскизам заказывают их откуда-то из других городов. И мы хотим сделать акцент вот именно на этом, потому что, как уже сказал Валентин, мы продвигаем городские активности. И вот эти ребята, они действительно показывают, как можно своими силами развивать вот этот малый бизнес в Приморье. И мы их стараемся всячески поддерживать, в том числе вот на сайте. Где-то полгода вот мы назад его запустили. И хотим развивать дальше, вот в том числе с помощью таких вот летних и зимних ярмарок. Можно уточнить, что это не еда, да? То есть, как у нас привыкли, что на ярмарке можно купить что-то вкусное. Это не еда. Мы раньше делали ярмарки, в том числе с едой. В этот раз у нас как бы есть отдельно фудкорт, поэтому мы решили не пытаться совмещать это, а сделать упор именно на какие-то товары. Одежда, украшения, домашний декор, посуда, в общем, все, что только захочется. Если можно добавить, например, меня, вот свитшот. С сайта как раз-таки с Мандарин Маркета. Это авторское изображение. Юлия Михеева, местный иллюстратор, рисовала, например, вот такого прикольного моржа из нашего океанаря. То есть, я так понимаю, что и художники себя как-то могут проявить, и дизайнеры? В том числе у нас вот в рамках ярмарки будет площадка от студии Art Class, которые проведут бесплатные мастер-классы, и любой желающий может нарисовать собственную картину о Владивостоке, море, и забрать ее потом с собой на память. Очень интересно. Женя, вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, про свою площадку Гекторий, площадку, за которую ты отвечаешь, потому что единственное, что я могу сказать, наверное, что площадка Гекторий, она связана с комиксами. Но хотелось бы, чтобы зрители лучше понимали, что это за такое волшебное название Гекторий. Вот в этом и проблема, что у большинства людей сейчас, которые живут в нашем городе, когда говорят слово гик, они сразу ассоциируют его с комиксами. На самом деле гик-культура в нашем городе представлена намного большим количеством людей, намного большим количеством активностей и разных невероятно интересных вещей на самом деле. И мы решили, что в рамках гик-площадки нужно показать все то, что вот есть у нас в городе. Ну не все, а все, что получилось туда уместить. На самом деле активности даже больше, и мы надеемся дальше в этом направлении работать и показывать людям, что есть. Потому что у нас тоже как мини-фестиваль внутри фестиваля, то есть мы пригласили разных-разных людей, чтобы они показали, чем они занимаются. И там будет, ну, там сложности определенные есть, потому что гики – это люди, которые занимаются этим серьезно, очень давно подходят к своему хобби, как-то вот развивают его в себе, как-то вот совершенствуют какие-то навыки, вот. Но нужно как-то привлекать новых людей. Поэтому мы решили сделать гик-площадку максимально открытой, ну, и чтобы люди, ну, гики, смогли себя там найти. То есть у нас будут турниры по Magic the Gathering и тренировочный стол по Magic the Gathering. Это коллекционная карточная игра, где люди собирают карточки, играют ими. Будет стол варгеймов от Армии на ладони. Это когда такой большой стол с разными декорациями, миниатюрами, которые люди тоже собирают, красят сами. Вот. И они будут, ну, строят большой шоу-матч, в котором будут сражаться там большие армии. И будет тренировочный маленький стол для тех людей, которые хотят попробовать. Будет обязательно библиотека комиксов, конечно, для всех желающих, кто захочет присоединиться к культуре, почитать, может быть, посидеть, отдохнуть. Будет игротека, потому что, ну, игры настольные, они тоже относятся сейчас к гик-культуре, потому что довольно интересные и сложные вещи. И будет турнир по базинге Imaginarium, вот официальный турнир, приморский, от МОС-игры. Они будут делать финал турнира в рамках гик-площадки. И помимо этого у нас еще будет ретро-зона, в которой будут представлены игры старые. То есть старые приставки стоят для людей, которые, ну, смогут прийти, поиграть в старые какие-то игры, в которые играли очень давно. И будут летсплеи из пищи от людей, которые хорошо знают эти игры. Они будут рассказывать, что это за игра, чем она особенная, как в ней играть. То есть для того, чтобы люди смогли больше погрузиться вот в эту атмосферу старых игр. И помимо этого у нас еще прошла очень важная вещь перед, собственно, гик-площадкой на моем фестивале. Мы провели конкурс комиксов, Comic Wave. Мы собирали работы комиксов от авторов со всего Приморского края. И в результате сначала голосование был этап на acomics.ru. Потом мы отправили работы финалисты жюри, серьезно, причем жюри. У нас разные редакторы, издательства, иллюстраторы по всей России. Они оценили работы, мы выбрали победителей. И на фестивале будет представлен сборник, печатный, с работами от авторов из Приморского края. И помимо этого будет еще большая выставка с финалистами, которые прошли голосование. То есть все смогут прийти и посмотреть, как это развивается в рамках Приморского края конкретно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok А мы продолжаем наш разговор о молодежном фестивале «Мой фест». Женя, расскажи, пожалуйста, что еще ждет гостей на площадке для гиков. У нас еще есть один очень важный элемент – это косплей-шоу от сообщества Курайсора. И эти люди довольно серьезные, потому что они очень много лет уже делают косплей-фестиваль «Анимейтед» в Владивостоке. И они будут представлять разных людей в красивых костюмах, которые будут ходить, фотографироваться с людьми. Причем они будут не только на нашей гик-площадке, но они будут подсвечать и другие площадки. То есть это будет такой очень красочный элемент всего действия. И еще очень важный элемент у нас будет «Гикторий». Собственно, проект, которым я сейчас занимаюсь – это лекции для людей про гик-культуру, про какие-то вещи, которые касаются гик-культуры. Раньше мы делали про комиксы, про фильмы. А на фестивале мы решили подготовить такую серьезную лекцию про гиков. Про вообще, что это такое, кого к ним следует относить, как они думают. Мы пригласили психолога, маркетолога, который расскажет про разные интересные исследования, касающиеся гиков, чтобы люди в нашем городе, возможно, немного больше узнали об этой культуре. А кто такие гики? Это очень сложный вопрос. Самое близкое к русскому переводу слово – это фанат или увлеченный человек. То есть это человек, который свое хобби превращает во что-то чуть более серьезное. То есть он увлекается им настолько, что он знает про него почти все. Это что-то между любителем и профессионалом, но в сферах, которые очень приносят тебе удовольствие. И это что-то, что касается интеллектуальной деятельности. То есть нельзя отнести спортсменов пока, по крайней мере, к гикам. Это касается конкретно каких-то размышлений, каких-то подробностей, науки, техники, вот таких вещей. Туда можно всех гиков смело относить. Причем, если можно добавлю, вчера я просто был на репетиции у ребят. И действительно, вот Женя сказала, как это сейчас, а там такая почти часовая лекция из двух спикеров в ретроспективе. И вообще, что, как. Я еще посмеялся, говорю, ребята, что-то по курсовой написали. Ну, то есть действительно очень серьезная подготовка была проведена. Потому что вот как раз, когда мы решали, будет ли эта площадка, было такое сомнение, что немногие поймут. И задача площадки – это как раз рассказать и показать. Ну и во многом, на самом деле, у всех площадок такая задача. Рассказывать, почему именно эти площадки, почему именно так, почему именно эти люди. Вот для нас это важно. И показывать. Мне кажется, что всех, кто принимает участие в этом фестивале, можно назвать гиками. Потому что все в той или иной степени увлечены тем, что они делают. Самые последние формулировки слова, ну, почти так и получается. Почти так и получается, да. Хотя начиналось все с людей, которые занимаются дома своими компьютерами. Развивают вот это. До этого это вообще было как синонимом слова «фрик» почти. То есть вот такое. А сейчас это компьютерные какие-то, да, люди, которые увлечены компьютерными технологиями, наукой. Устален колес. Такими вещами. Разные. Ребят, есть в программе фестиваля «Музыкальная часть». Давайте расскажем о том, что ждет на «Музыкальной части». Да, давайте тогда я расскажу. Это тоже, на самом деле, отдельная площадка. У нее отдельный куратор Владимир Лиляев, диджей. Он подготовил, ну, такую определенную историю, связанную днем. Это местные диджеи, которые будут крутить винил настоящий. То есть это прям вот дневной винил. В этом плане днем для нас сцена, она, не знаете, вот как обычно, какой-нибудь смешной ведущий шутит там какие-то странные шутки, что-то за исходят. Смешной, да. Ну, как это вот обычно бывает, да. То есть для нас это такая сцена, которая создает хорошее музыкальное оформление для всех остальных. Ну, то есть человек может прийти, прийти по площадке, он просто прийти вот в центре, присесть, там, купить какой-то еды на фуд-фестивале, либо посмотреть, отдохнуть, просто послушать приятную, хорошую, легкую музыку. То есть вот мы ставим такую задачу. То есть это не караоке, не концерт, ничего, да. Вот. А на вечер, и, а, важный момент, я, по-моему, не успел сказать, что все площадки работают с 12 часов. То есть утром последнее приготовление. На самом деле монтаж мы ведем со вчера. То есть мы начали вот в 12 часов вчера, и трое суток у нас будут идти монтажные работы. Утром, суббота, последнее приготовление. В 12 официальный старт, и потом все площадки одновременно работают до 8 часов вечера. В 8 часов у нас итоговый концерт на сцене, который всех объединяет. У нас выступят две местные интересные, хорошие группы. Это Сет-Сет-Сетан и Старкардика. Которые полгорода знают. Да, ну вот тут опять же Владимир подбирал, и он сказал, что вот, ну, действительно, давайте звать самых лучших, самых сейчас известных, потому что мы демонстрируем, опять же, то, что у нас есть, и тот уровень, который у нас есть. Вот как-то так. Ну, возможно, что самое интересное, так как все площадки там могут подзатянуться, может, они и дальше будут работать. То есть если гики будут сидеть, играть, если маркет будет работать, мы никого не будем разгонять. Ну, праздник уже закончится в 10.30, когда вот Старкардика-то закончит. Понятно, что тогда он закончится. Все остальное время это такая большая тусовка, которая, мне кажется, еще и до утра может не разойтись, если им не сказать. Ну, потому что действительно люди, как, наверное, сама сказала, условно гики своего дела, увлеченные. Фестиваль пройдет уже в эту субботу, 22 июля, во Дворце детского творчества. Приходите, будет очень круто. Да, мне кажется, это потом превратится в какую-то вечеринку. Есть такие планы, да? Ну, на самом деле, для людей часто активно... Ну, вечеринка, это в чем смысл? Прийти друг с другом, поговорить, поработать. И на самом деле весь фестиваль для тех, кто его делает... Для меня я просто... Ну, ты был на вечеринке больше. То, как я их понимаю. И такая тусовка, и в этом плане сам фестиваль, это оно и есть. То есть мы очень много сил тратим на взаимодействие площадок между собой. И, ну, и те мероприятия, которые я предыдущие делал, то есть по такому же принципу строятся, что руководители площадок должны знакомиться. Тогда фестиваль имеет силу не только вот как один день, а дальнейшее их взаимодействие между собой, пересечение. И более того, мы вообще ставим очень интересную задачу, что понятно, что вот эти вот люди, которые все это делают, это как бы проекты из Владивостока. Ну, потому что у нас все это очень круто развито, и очень много сил было сделано разными людьми, чтобы это произошло. Но, знаете, я вот... Недавно проходила годовщина Владивостока 3000. Там был хороший слоган. Здесь вам не Москва. Вот. Но мне кажется, для Владивостока оно еще по-другому должно звучать. Он должен звучать здесь вам не Питер. Ну, в положительном ключе. То есть у нас очень много людей вот хочет уехать, вот там что-то такое необычное, а мы пытаемся показать, да на самом-то деле у нас тут активности, та и получше некоторые. Вот они, да? И с этим лозунгом хочется как-то жить, ну и это продвигать. И хочется, чтобы вот это все распространялось дальше, там на весь край появлялись какие-то проекты дальше. И эти люди развивали это здесь. Люди хотели жить и оставаться. Ну, в смысле, это как бы звучит так типа пафосно, да? Но для меня это нормальная история. Потому что я как бы люблю свой город, занимаюсь разными проектами, связанными с развитием города, с всякими там продвижениями местной истории. И хочется в это верить, что все будет у нас хорошо. Мне кажется, это чудесные слова в завершении нашего разговора. Ребят, я не скрою перед зрителями, что знаю вас давно, знаю, чем вы давно занимаетесь. И я верю в вас. Хочу пожелать, чтобы этот фестиваль точно прошел на 100 баллов и даже больше, чтобы вы доказали, что действительно Владивосток, он, конечно, не Питер и не Москва. Но даже, да, гораздо лучше. Надеюсь, что столицы на нас не обидятся. Спасибо большое вам за разговор. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова